МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С марта Виктор перестал работать. От украинских бомбежек прятались дома, хотя многие практически переселились в подвалы. Особенно тяжело переживали это дети. Были случаи, когда целенаправленные били по выгнанному населению? Да, были. Были, конкретно были, потому что мы жили дома, мы живем на четвертом этаже квартиры, был прилет именно в наш дом, три раза был прилет разрушенной квартиры, соседний дом рядом, на наших глазах все это было, был прилет, сильная квартира выгорела, и видно было, откуда шел обстрел. То есть имеется в виду траектория полета снарядов, видно конкретно было, откуда, с какой стороны. Это было понятно, то есть это не было какой-то там провокацией, или это именно было украинское, украинские войска обстреливали именно жилые кварталы. Директор гостиницы на 167-м километре трассы «Россия», где нашли приют временные переселенцы из Рубежного и Мариуполя, Алексей Аксенов говорит, испуганные люди только сейчас начали приходить в себя. Когда они приехали, первое время с ними было даже страшно разговаривать, какие вещи они рассказывали. Даже вот сейчас вот говорю и так, мурашки. Сейчас в Твери семьи из Рубежного и Мариуполя постепенно привыкают к мирной жизни. Все органы власти, службы отрабатывают просто на отлично. Я даже удивлен, честно вам скажу. Люди очень много гуманитарной помощи несут. Люди получают у нас здесь трехразовое питание. Условия проживания хорошие, люди довольны. Тем временем сотрудники Следственного комитета России продолжают расследовать факты военных преступлений ВСУ в городе Рубежное Луганской Народной Республики. Правоохранители допрашивают местных жителей, которые рассказывают о преступлениях националистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова